В столовой Саровской дивизии Росгвардии витали многочисленные аппетитные запахи, а на столах у поваров разворачивалась настоящая кулинарная магия. Быстрые и точные взмахи столовыми приборами, профессиональные приемы и элементы. На втором этапе традиционного конкурса поварского мастерства на базе Саровской воинской части команды-участники готовили обед, состоящий из основных блюд, закуски первого и второго. Мы сегодня готовим борщ, пюре, печень запеченную в сливках, драники, сырники, также грибы, шампиньоны запеченные и компот. По меню у нас идет первое блюдо, у нас идет суп деликатесный, на второе у нас идет мясо в филе грудинки со сложным гарниром, на второй, на холодной закуске у нас предоставляется салат греческий, десерт, бутерброды из печени курины и горячая закуска у нас в жилье. Для специалистов продовольственной службы Росгвардии выдали одинаковые наборы продуктов. В процессе приготовления еды повара должны были соблюсти определенную громовку из расчета на 10 человек. Также участники соревновались в стрельбе, а капитаны команд показывали свою физическую подготовку и сдавали теорию. За эти испытания военные повара получали дополнительные баллы. В конкурсе поварского мастерства участвовали лучшие специалисты из подразделений Приволжского округа – Сарова, Казани, Ижевска, Воткинска, Перми и Кирова. Первый этап они проводили в своих воинских частях, выявляли самых лучших соответственно. И на данном этапе представлены самые лучшие специалисты продовольственной службы Приволжского федерального округа. На данном этапе представлены у нас три команды. В состав команды входит капитан команды, это начальник продовольственной службы воинской части, два повара и два пекаря. Для того, чтобы приготовить обед, кулинарам дали 4 часа. В это же время пекари в течение 6 часов выпекали хлеб и кровай. Второй этап соревнований рассчитан на несколько дней. За это время повара должны продемонстрировать свое умение, вкусно готовить и в полевых условиях. Здесь очень хорошая база Саровского соединения, он ежегодный и каждый год проводят данные соревнования. Чтобы увеличить, соответственно, их заинтересовать наших поваров, у них появляется интерес, они набираются опыта, тоже, соответственно, делясь между собой определенной информацией. Лучшие участники поварского состязания войдут в состав команды, которая представит Приволжский округ на всероссийском этапе на базе Пермского военного института. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, Служба новостей Саров, 24.